добрый день зая очень рада познакомиться я даже в этом взяла такой вкус да что так интересно поговорить с людьми из разных стран из разных видов направлениях работы да но самое главное что меня интересует чтобы ты поделилась своим опытом как ты дошла до интернета хороший вопрос спасибо сармочка за вопрос рада тебя видеть слышать и благодарна тебя за приглашение на самом деле интернету я отношусь знаешь положительно изначально я вообще оффлайн я привыкла на земле у меня более 25 лет стажа сетевом вообще я преподаватель тренер по волейболу люблю спорт люблю жизнь интересный с интересными людьми всегда общаться хорошо и приятно и я вот сейчас на конкурсной основе к себе принимают даже в команду почему потому что на самом деле мы мышление не можем поменять людей и те люди которые сейчас перешли с оффлайна в онлайн может быть не сто процентов может быть наполовину но я приветствую онлайн онлайнов но оффлайн никто не отменял поэтому я приветствую то что люди комбинируют то есть универсальные они работают как в оффлайне так и в онлайне но онлайн я перешла давно я перешла уже наверное скажу лет восемь назад почему у меня очень большой круг знакомых я работала всегда в оффлайне доверие авторитетно работа на очень многими годами и когда наступил момент что нужно на самом деле переобуваться в воздухе потому что время движется вперед и мы не можем за ним угнаться поэтому все меняется и мир меняется мы меняемся я как вспомню как у нас были кнопочные телефоны помнишь мы на кнопочка а сейчас то у нас смартфоны а сейчас у нас айфоны да а сейчас первые первые вообще были большие антеннами да вот такие вот мобильные езжали вокруг дома да да совершенно верно но мир же движется вперед мы научились владеть этими телефонами люди сидят каждое утро каждый вечер целый день но мне хотелось чтобы большая масса людей находились там с пользой потому что когда без пользы он приносит вред а когда с пользой он приносит доход он приносит общение он приносит новые знакомства и это все называется бизнес в телефоне и знаешь с армычкой как говорят если вас нет в интернете значит нет у вас бизнеса это прямая правда действительно правда потому что я тоже вот я у меня нет такого очень большого опыта но я раньше работал на земле когда начала вообще узнавать млм систему да я работал только на земле тогда интернета еще не было и я когда вот теперь как будто смотрю на обе стороны да то теперь так легко если откровенно да не надо тратить деньги на машину не надо не надо тратить время ехать вокруг да так что да плюсы и минусы да сарночка мы не расслабляем плюсы и минусы везде есть свои плюсы ну да вот именно если мы допустим по интернету общаемся если крупных знакомых это больше времени нужно уделить а если мы в теплую ну да тогда надо идти гости да да нужно простроить доверие нужно рассопить лед нужно простроить мостик но я четко понимала что мы можем работать тем более как ты сарночка сказала в млм с любой страны с любого города находясь в любом месте и вот этот огромный плюс в интернете это мировой уровень и это нужно в какой бы стране ты не находился каком бы ты городе не находился ты все равно имеешь огромный плюс по поводу интернета скажу свой случай жизни расскажу когда я была круизах я благодаря сетевому посетила 22 страны это все было это все было мне заработано мною за определенные действия ежедневно я благодаря сетевому млм вышла на программу автомобиль и мне помимо маркетинг плана зарплаты помимо статуса мне еще вручили автомобили на марочку это говорит о чем о том что млм без границ интернет вот я когда уехала в круиз и там купила себе вай-фай там же нет интернета я прям оттуда работала о чем это говорит это говорит о том что действительно наш интернет без границ бизнес онлайн он без границ любой страны слова города еще и даже на плаву вы понимаете на морях на океанах мы работаем и мне это было приятно мы снимали stories мы снимали видео это все наш интернет огромные плюсы и ты показываешь ты знаешь показываешь свой стиль жизни ты бренд свой понимаете развиваешь и если ты правильно будешь шагать у нас есть система обучения по инстаграму но сейчас еще мир движется вперед и мы переобуваемся в воздухе так сейчас есть автоматизация вообще от слова совсем легче легче настолько что айти продукты зашли благодаря которым мы можем иметь постоянный поток потенциальных партнеров это здорово и у нас у меня в команде настроили люди вот этот продукт насколько он универсален насколько он легкий насколько он простой главное понять люди многие знаете были по жизни обмануты людей многих обмануты ну знаешь там два сторона вообще-то есть очень много людей которые хочет получить деньги не работая понимаешь вот они бежит круг вокруг как белки да и в конце концов он не успевает что-то почувствовать потому что он уже убежал в другую компанию и у нас тоже таких много это правда это знаете от чего зависит его позвали в другую компанию а у человека скажите есть своя голова на плечах ну он думает там кто-то поработает за них но так же как говорят по щелчку ничего так не бывает я хочу сказать кто может быть будет смотреть это в записи я просто к вам обращаюсь обращаюсь ко всем если у вас есть цель и мечта и если вы расставили приоритеты если вы правильно попланировали и знаете на это есть у каждого наставник и я большую часть уделяю времени своим партнерам я им объясняю я их развиваю я 3-4-5 глубин обучаю хотя немножко у меня мой личная ширина останавливается понимаете но я знаю точно когда я глубину научу они будут делать дубликацию почему я много раз рассказывала и рассказываю это все вот тема интернета но мы же тоже сейчас движемся со скоростью и слава богу к нам пришел такой инструмент который тоже касается да айти технологии и айти продукт и он позволит много и в немире аналогов нет этому продукту я к чему говорила самочка я говорила к тому что очень много как ты говоришь забот привлекает другую он как знаете вот это вот извините что грубо скажу но это сетевые нехорошие люди которые бегают с компанией в компанию если я знаешь жизни везде так ты же если так посмотреть вот одна ты захотела моего мужика как будто она думаешь она убила ну а потом оказывается бамс не туда попало да ну вот так и тут это все как в жизни понимаете вот по сравнению ты аналогию прекрасную провела сарма я хочу сказать в жизни знаете как в жизни у каждого свои цели у каждого своя картина мира и каждый сам себе хозяин но я хочу обратиться к людям которые начинают бегать когда я прихожу в одну компанию я сосредоточилась я концентрирую я фокусирую даже пусть имеют бизнес где-то или доход не важно можно иметь два три четыре вида доходов но извини когда ты повел за собой команду и моя задача в первую очередь обучить научить и показать где в этой компании лежат деньги нужно немножко терпения немножко выдержки немножко ответственности взять на себя ответственность и не лететь впереди паровоза а там лучше а там еще лучше а там еще лучше а там еще в результате ты нигде не состоишься вы понимаете меня вот это вот у меня были хорошие наставники 25 лет сетевом вы знаете я многому на это долго большой опыт большой опыт большая практика я многому есть своя система пошаговое обучение как оффлайн так и онлайн я много научить два года я учила бесплатно людей делали мы с партнером и вебинары делали обучение делали консультации и наверно вселенная нас услышала она нам дала такой инструмент который на айти технологии который действительно это автоворонка позволяет все мы просто недопонимание недопонимаем она на автомате тебе дает поток она на автомате тебе как каждый час дает эту информацию очень и тигрупа очень и группа и ты просто получаешь горячих просто горячих то есть как мы делаем жизни да нет до свидания следующий дания вот есть список 200 человек сколько ты пройдешь за сколько за два месяца и в про ну вот именно а группе где автоворонка 20 человек ты ты промониторишь они отсеются идет искусственный отбор вы понимаете селекция искусственно если ему нравится вот первое я думаю что те люди которые как будто но не понимает инструментов эти те которые никогда не пробовали работать рукой вот этой мишкой там ставить посты на группах которые не пробовали писать письмо людьми и это то что они это никогда не делали и они не видят эту разницу понимаешь очень искала инструмент я же вообще миска и только инструмент есть откровенно потому что мы поняли что люди которых есть большие структуры они их делает автоматизации и когда нашли вот моно магнит этот инструмент я понял что здесь это очень большой плюс что тебе есть обучение как его устроить как его поставить правильно потому что эти инструменты они очень дорогие на на самом деле у нас и ровы по пятьсот эйро и никто не обучает никто вы по пятьсот сармочка вы вложили а я две с половиной тысячи долларов первые две с половиной и никто не обучает это вот и сами создаем это два а здесь все обучает и всего лишь до 215 и для меня это вы знаете за ним стоит будущее потому что это ноу-хау нет конкурента у нас от слова совсем потому что мире аналогов пока еще нет это просто если кто-то называет себя автоворонка под ключ автоматизации это самая да 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 у которых ничего не получается вот я с чего начинала я хотела закончить свою мысль то что люди многие обмануты многие вложили куда-то и не вернули даже пример тому как такие как я команда мы пошли да и за две с половиной тысячи купили автоворонку а выхлопа никакого а здесь у нас на глазах на школе когда сделали это все нашим партнерам приходит стучится 1 2 3 4 5 у нас на глазах и мы проводим коммуникацию главное научить как правильно коммуницировать а для того чтобы правильно коммуницировать нужно быть экспертом экспертом его дело пер там в нашем направлении если ты уже открыл и серьезно хочешь заниматься автоматизации и автоворонка то тебе нужно быть подкованным грамотным почему потому что ты доводишь человек теплый приходит тебе 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 естественно нужно будет с ним встретиться правильно люди идут на людей и для этого нужно расположить себя к нему особенно расположить простроить доверие растопить лед и тогда все начинается самое интересное когда ты коммуникабелен когда ты компетентен и когда ты можешь ответить на любой вопрос и люди на тебя пойдут потому что я свое время ко мне не предлагали приглашали я сейчас у меня по 20 предложений в день я не обращаю внимание в интернете тоже нужно уметь работать и большая просьба кто сейчас будет нас смотреть не спамте сегодня утром мне пришло три спама я и даже не открывал это только утро понимаете где еще вечер поймите дорогие дорогие сетевики это звучит гордо если вы сетевик нужно соответствовать сетевику а это значит грамотно расстраивать коммуникации спамы не работают и вот мне знаете как обидно даже людей которых я знаю они имеют авторитет вес и все равно спамят вы представляете они не до конца по моему поняли что это вообще ну как это как это работает потому что если ты только просто спам отправляешь конечно человеку это уже сразу как люди с авторитетом с опытом вот понимаете не все значит если ты сетевом 20 10 лет это не означает что ты эксперт я-то не знаю что а я вижу его я его вижу он был на в этом в сети он был в интернете в инстаграме фейсбуке я его знаю и он себя позиционирует как сетевик опытный а сегодня отправляет мне спам ну как вы думаете у меня есть школа обучения правильное общение коммуникации онлайн и это грамотно и прежде чем отправить спам нужно поздороваться нужно спросить разрешение спроси он скажет да хорошо а тебе для этого нужно или написать или голосовой или прозвонить как правило прозвонить сейчас большинство людей занята ну вот ты как сарма мне очень понравилось как твое обращение вот пример нужно брать голосовое раз и ответ получишь знаешь писать во первых иногда если что нету букв на компьютерах да и это время на данный момент это время первое сказать привет это прилично если ты писал да а так мне легче голосом и мне нравится отвечает голосом по голосу можно услышать и что за человек тебе там на той стороне да согласно сармочка согласно видишь как много у нас похожего ты очень много знаешь хотя ты говоришь у тебя нет опыта но ты моя очень долго ну как сказать я когда приехал англию тут застряла я же из латвии до из маленькой латвии приехал англии тут застряла на 15 лет и сначала когда приехал не было языка я же думала зачем нет какой-то млм здесь мне же надо объяснять это все показать а как я буду без если я не могу это делать я сказал нет никакой уже млм не будет но знаешь если ты один раз жизни это делал и тебе хотя бы получилось да и был результат то конечно в тебе внутри это ну ты начинаешь смотреть там было хорошо понимаете и так и у меня получилось я семь лет смотрела а когда уже бог видит что человек думает но не делает то он помогает и у меня получилось так что я в работе повернула спину и не могла уже работать и так я уже второй второй год уже учусь как работать интернете нету вариантов да это здорово это здорово если люди знаете только обучение только знание нас придет к успеху достижению цели это факт люди независимо в каком возрасте независимо какой профессии независимо где они были на земле там чем сетевой хорош тем что мы все люди то что нет у нас при взятости то что нас не уволят то что нас не накажут то что нас премии не лишат то что у нас свободный график я допустим люди прикованы они хотят с детьми поехать в отпуск летом они не могут а мы можем так мы сделали такой оборот что мы уже уедем куда-то отдыхать она будет идти было бы неплохо если бы каждый человек мог себе позволить любое время года отдыхать с детьми далее уделять семье время и плюс еще ему идет и капает пассивный доход говорит наш интернет-бизнес онлайн проекте который но только нужно грамотно сейчас очень много хайпов сейчас очень много пирамид многие любят этих хайпов я смотрю по нашей команде тоже это сразу видно если человек приходит на какой-то ну я не знаю на 15 долларов и там сидит и ждет пока его продвинет он не будет работать понимаешь он бегает от хайпа тухает и ждет пока опять его чуть-чуть подвинул я помню как джейны сказал как паразит пока он улетает уже когда нету чего-то взять энергию тогда он упал да и все и так они бегают и конечно очень а ну не знаю мне даже я не могу сказать мне не нравятся эти люди они и думают по-другому как я ну если они на тебя чуть-чуть да сарма смотри о чем я хочу сказать у этих людей финансовая грамотность и мало у них и мышление не то понимаете сейчас очень много соблазна очень много компаний они слабые них нет стержня бесхребтные понимаете почему потому что куда позаманили туда и пошли куда заманили я вообще тренер по волейболу 25 лет отработала и у меня была команда такая огромная большая сильная и замена и состав о чем я хочу сказать те люди которые были сильные но они стали бегать на легкую атлетику на футбол на волейбол на еще какие-то и спорты игры и потом на музыку и в результате они стали извините грубо скажу никем там чуть-чуть там чуть-чуть там чуть-чуть а на самом деле если ты сосредоточен сконцентрировал почему я когда тренировалась два раза в день я у меня была цель я была нападающим игроком и участвовала за первенство страны по сей день понимаете и ветеранов потому что я была на тренированная у меня была цель одна достичь результата а люди там чуть-чуть там чуть-чуть там чуть-чуть и в результате что происходит все все окей never��aurus я отключила результате что происходит смотрите результате происходит что человек был бы мастером своего дела а мастер это очень гордо звучит вы знаете что в категории есть ученик, профессионал, эксперт и мастер. А до мастера надо добраться. А для того, чтобы добраться, нужно ежедневные правильные действия. Люди делают обычно не то, что их приводит к результату. Да, я понимаю, это ломка. Потому что человек, допустим, 30 лет работал в одной организации или 20, и тут ему предложили сетевой. Это ломка. Но нужно немножко себя перестраивать и расставлять приоритеты. Люди не могут расставлять приоритеты. Поэтому они не выходят из зоны комфорта. Им привычная жизнь, им лучше на кого-то пахать, кто-то ими командует. Своё время отдавать в рабство, понимаете? Это их привычное. Но я говорю правильно, не всем дано быть сетевой. Да, вот именно. Все не могут быть директорами, все не могут быть те, которые там на линии работают. У них нет таких людей, которые способны и лидерами. Лидерами, я знаю, они рождаются. А иногда есть по генетике. Но лидерами можно стать. Становятся. Вот именно. Я хорошую новость скажу, что лидерские качества нарабатываются. Да. Их можно и нужно нарабатывать. И поэтому есть два варианта у человека. Или же он хочет стать лидером и двигаться вперёд. Или же он по натуре, у него есть качества. Это ещё с детства воспитывали родители. Или же у него есть жгучее желание. Если у него есть жгучее желание с найма перейти в сетевой, где тебя не будут командовать, где ты будешь свободен. Бизнес без границ. И вот тогда я делаю опрос. Говорю, вот, например, у меня сидит Сарма или Зоя или там Маня. И говорю, дорогая, ты хочешь изменить жизнь к лучшему? Когда я узнала уже, что какая у неё жизнь. Она говорит, очень хочу. Хочешь поменять стиль жизни и качества? Да, очень хочу. А для этого сколько времени ты можешь уделять тому предложению, которое я предложила? Это обязательно. С каждым человеком я прописываю. Марина, два дня в неделю. Клава, два часа через день. Петя, два часа через день. И исходя из этого, я говорю, какие у тебя цели и мечты? Исходя из этого, мы планируем на год. Если я знаю его цели, они оцепровали эту цель. Мы разделили её на год. И что? Слона мы делим на кусочки. Степ по степ. Ну да, да. Шаг за шагом. Она кажется огромной. И так долго делать, и так долго дойти. А когда мизер. Вот это вот, на полгода, потом на каждый квартал, затем на каждый месяц, на каждую неделю, и на каждый день. И ты уже знаешь, тебе всего вот столько, и ты продвигаешься. Всего вот столько, и ты продвигаешься. И оказывается, это же легко. И оказывается, это достижимо. И оказывается, люди достигают результатов, выходят на сцену, выходят признанием, делают свои истории, рассказывают. Я всё время говорю, вы знаете, истории не только слушают и смотрят, ещё пишут. И каждому из нас нужно писать свою историю жизни. Она у каждого, знаете, эксклюзивная у каждого история. Да, потому мне очень нравится, когда люди рассказывают свои истории, да. Это даёт всем какое-то, понимаешь, видение, что те такие же самые люди, такие пришли от оффлайна до онлайн, да. И поменяли видение вообще на работу, на бизнес, потому что это чуть-чуть по-другому. Но если мы ещё можем поставить 50 на 50, 50 там на оффлайне, 50 здесь на онлайне, то, конечно, результат будет ещё лучше, да. Совершенно верно. Я всегда говорю, онлайн онлайном, но оффлайн никто не отменял. Хочу сказать, в какой категории очень легко работать в онлайне. В онлайне работать легко тем, у кого молодые люди, тем, у кого недостаёт поток подходящий, тем, у кого, допустим, бывает такой термин «сожжённые поля». Сожжённые поля – это значит, когда человек пригласил команду, а там неудачка появилась, скан, скан. В результате потом уже люди не идут на этого человека. Ну а если они ему верят, доверяют, всё равно, если они знакомы много-много лет, каждому человеку свойственно ошибаться. То основная часть людей пойдёт. И вот я когда говорю, вот, Сарма, ты задела очень такой правильный вопрос насчёт интернета. И вот этим людям, как воздух, необходим автоматизация, понимаете? А здесь высококачественная продукция, IT-технологии и автоматизация влёгкую. Если раньше мы сталкивались с чат-ботами, с воронками, это было трудно, а сейчас очень легко. Есть чат-боты, делают настолько легко, и также автоворонки. Поэтому я хочу сказать вам главное, что ничего не бойтесь, не бойтесь нового. Проверьте, просмотрите, посмотрите, какие результаты, посмотрите, какой идёт поток людей. Как нам учитель, наш наставник-основатель говорит, что я уже закрыл автоворонку, потому что поток пошёл по 20-28 ежедневно. Я не стараюсь обрабатывать, я закрыл. Но для этого нужно качественно работать. Они уже тёплые, они уже хотят, они уже горят, а нам остаётся что? Доработать. Доработать, вот именно. Доработать. Вот прелесть, то, что ты говорила, я своим тоже говорю. Вы же будете сами видеть, когда у вас уже появляется 10, или 15, или 20, вы больше не дайте инвайта. Вы просто работаете тем, когда эти уже закончились, отпусти новый инвайт, да. Тебе появляются новые люди, и ты сам хозяин, ты сам можешь смотреть, сколько тебе будет работать. Орегулируешь, да. Да, да. Но знаете, как самое страшное, когда люди сливают людей, а потом сливаются. Вы знаете, вот я очень запомнила и сама знаю, если мы дадим человеку любой инструмент, им нужно уметь пользоваться. Дай молоток десяти. Ну да. Один забьёт чётко, грамотно, в точку, другой разобьёт руку, третий согнёт этот гвоздь, четвёртый вообще шляпку свернёт, а пятый вообще скажет, я не хочу. Скажет, что это не моё, это не моё. Вот именно поэтому нужно научить людей правильно пользоваться любым инструментом. И для того, чтобы не сеяли негатив, нужно их обучить, рассказать, показать, что оно даёт, что оно позволяет. Было бы неплохо, если бы ты спала, к тебе люди регистрируются по твоей литеральной ссылке. Было бы неплохо, когда ты проснулся, а к тебе уже зарегистрировались 10 человек. А если 10 человек зарегистрировались, значит тебе прибыль пришла, и твоим партнёрам пришла, и твоя задача обучить своих партнёров. И моя задача, я в свои кошельки, в свой кабинет, вот редко когда захожу, моя задача, когда радуются мои партнёры, радуются успеху, радуются чеку, и радуются тому, что они получают результат. Моя задача, когда моя команда получает результат, когда моя команда зарабатывает, и когда они хотят этого. Я делаю тоже своего рода селекции. Я каждому человеку обзваниваю, он не должен быть брошенным. Так, дорогая, ты немножко засиделась, как у тебя дела? Что мы сделаем? Хотела бы? Хотела бы. Хотела бы, но нет времени. Тогда говорю, когда найдётся времени, постучись ко мне, хорошо? Хорошо. Потому что они не расслабляли. У нас уже даёт знать, что у нас осталось немного времени. Мне хотелось попросить тебя, что ты сказала тем людьми, которые как будто только что начали смотреть или смотрят и боятся из интернета. И это непонятно. Это как будто боятся, что обмануты. Или уже были обмануты. Что ты можешь сказать от тебя? Как это взять, начать делать? Спасибо. Спасибо за такую возможность. Спасибо за такой вопрос. Я всегда говорю, бояться ничего не нужно. Знаете, у страха глаза велики. Бояться, значит, в лес не ходить. А на самом деле я принимаю решение быстро. Но нужно знать критерии. Прежде чем куда-то заходить или кому-то заходить, нужно задавать правильные уметь вопросы. И этому вас обучают. Обучают именно те люди, которые вас приглашают. Говорят, смотри, если ты в чём-то сомневаешься или где-то тебя что-то смущает, давай расскажи, и я тебе всё покажу. Самое главное, с чего я начинала, нужно быть компетентным. Компетентным. И когда ты компетентен, и новый человек заходит, вы можете ему дать. Знаете, как классно давать, давать, давать. Раньше девиз такой был, что я всё могу, я всё могу, и я всё могу. А потом у меня девиз стал давать, давать, давать. И вселенная увидит, что ты даёшь, даёшь, и ты в стократном размере получишь обратно. И на данный момент у меня тоже девиз. Учить, учить, давать, давать. Обучать, обучать и обучать. И когда вы будете обучены, и новый человек заходит к вам, вы уже компетентны, и вы уже правильно объясняете, почему здесь нужно быть, зачем здесь можно быть. Факты, результаты, примеры против фактов не попрёшь. Понимаете? Ну да. Самое главное, я думаю, что у многих есть результат. Но не тот результат, который у меня и у тебя, но тот результат, который он сам может быстро достичь. А здесь вообще нет проблем. Это быстро, это очень легко вообще, если откровенно говоря. Так что только надо чуть-чуть желание. Вот нужно, знаете, прийти к тому, что это легко, что вы можете повторить. И наши основатели это сделали настолько легко, настолько легко, настолько упростили, что мне хочется всему миру кричать, что это легко и просто. Не смотрите на то, что у вас было за спиной. Не смотрите на то, что у вас были неудачи. Это был опыт, это была практика. Да, вот именно. Да. Остановитесь. Остановитесь, подумайте, посмотрите, насколько этот продукт уникален, насколько он вам может дать поток ходячих, и насколько вы готовы. Это не просто так, этот инструмент взять, и у меня входящий, это значит, будет регистрация. Нет, дорогие друзья, нужно уметь коммуницировать. А для того, чтобы коммуницировать, нужно быть компетентным. А для того, чтобы быть компетентным, нужно посещать все наши школы, все наши презентации и слушать своего наставника. Вот это мое пожелание. Ничего не бойтесь. Идите вперед. За такими людьми, как Сарма, как Женя Салтай, Андрей, Максим и Лара можно идти смело. Это в долгую. Я люблю, где есть линейный маркетинг, классический маркетинг-план. Это в долгую, это проверено. И это можно спать спокойно. Вот там, где матрицы, вот это вот. Да, ты никогда не знаешь, как повернется. Сегодня ты есть, завтра можешь не быть. И люди некоторые готовы к тому, что сегодня они есть, завтра нет. Опять пошли. Ну, они привыкли, жизнь привыкает всему, да, потому что там как будто легче, но опять риск большой, да. Большие риски, и потом люди начинают, мы теряем авторитет, мы теряем доверие. Ну, везде, везде. Все равно это матрица, и это реальный маркетинг. Везде нужно говорить с людьми. Везде ты должен приглашать. Те, которые мне говорят, приходи, там ничего не надо будет делать. У меня есть только один вопрос. Почему ты позвонил мне, если тебе не надо ничего делать? Ну, вот у меня вопрос. Совершенно верно. Я, почему? Бесплатный сыр, только мышеловки. Поэтому, друзья, есть просто не ничего не делать, а есть легко, в удовольствии, есть такая сила легкости ведения этого бизнеса. И как никогда вы можете благодаря нашему инструменту заниматься в любой сфере, в любой компании, в любом бизнесе на земле, но пользоваться нашим продуктом, и вы будете нереально успешным. Понимаете? Вы будете на высоте. Ваш бизнес взлетит до небес. И это точно. Если вы хотите быть успешными, если вы хотите получить тот инструмент, который будет вам заменять, заменять список, заменять прозвоны, заменять даже презентацию, в Авараонке есть, двухминутная, есть информация. Тебе нравится? Да, идем дальше. Тебе интересно? Да, идем дальше. Тебе дают презентацию, ты уже готов, ты достучишься, ты уже регистрируешься, и вот вам поток входящий. Грамотно, профессионально работайте. Вы знаете, любителям деньги не платят, только профессионалам. А если вы с профессионала станете экспертом, а с эксперта станете мастером, это высший пилотаж. Я вам этого желаю. Не бойтесь онлайна. Заходите, пользуйтесь продуктом, который вам дает нереальный результат. А это автоматизация, это IT-продукты, которые вам дадут многое, и успех, и продвижение вперед. И вы достигнете цели не с таким трудом, как раньше мы в онлайне занимались, ой, в офлайне, прошу прощения. В офлайне очень много времени тратится, поэтому занимайтесь в онлайне. Ну, конечно, здесь ты можешь работу сделать легко и побольше в это же время, да. Так что, да. Зоечка, мне действительно очень, очень рада, что ты пришла. Я думаю, что будет очень многим людям интересно послушать, потому что тебе действительно очень, очень большой опыт. Я думаю, что все, которые в твоей команде, они очень даже должны быть рады, да, потому что ты можешь научить. Но и нам то же самое. Мы смотрим ваши зумы и удивляемся. Вау, это супер, да. И спасибо. И будем работать дальше, да. И, может быть, через какое-то время опять встретимся. Да, пока, пока. До свидания, да. И самого хорошего. И тебе успеха твоей команде международной, больших чеков и движения только вперед. У нас прекрасный продукт, и нам нужно двигаться. Да, да, да. И у нас прекрасные лидеры, если откровенно, да. Хорошо, Зая. Спасибо. Доброго, Тарас. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok